Более 200 научных сотрудников и преподавателей вузов, молодых ученых и аспирантов, магистров и студентов старших курсов бакалавриата из Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, а также ведущих научно-образовательных центров России прибыли в столицу Республики Татарстан, чтобы представить свои доклады и обменяться ценным опытом с коллегами. Приветственные слова прозвучали от руководства Республики Татарстан, широкого круга профессоров и преподавателей. Сегодня обсуждение важнейших социально-политических вопросов становится значимым событием для Республики Татарстан и для Российской Федерации в рамках тех событий, которые происходят в мире. Татарстан стал родным андом для представителей десятков народов нашей национальной страны. Все это не простые слова, не фигуры речи, а проверенные временными константациями политикой правовой практики, важнейшей составляющей социально-психологической климата, надежной базой современного этапа общественного развития нашей Республики. Императорский зал Казанского федерального университета часто принимает гостей в формате различных заседаний, круглых столов и конференций. Организаторами первого международного конгресса социально-политических исследователей циркского мира выступили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт управления экономикой и финансов и юридический факультет. Не случайно конгресс носит междисциплинарный характер, поскольку это отвечает трендам развития современной науки, что вместо того, чтобы каждый институт варился, что называется, в собственном соку, есть немало проблем и немало тем, которые требуют именно междисциплинарного участия. У нас сейчас немножечко вектор научных исследований тоже поменялся, и мы работаем уже с тюркоязычным, с зарубежным миром, и, естественно, это связано с работой, научными всеми делами, с тюркским миром, и поэтому у нас очень много гостей. Онлайн у нас присутствует Республика Узбекистан и Таджикистан, а очно приехали представители Кавказа, Дагестанского государственного университета и Чеченского госуниверситета. Поскольку мероприятие проходит первый раз, я думаю, что очень сложно будет сказать о том, насколько оно значимо, но я думаю, что, учитывая и программу «Приоритет-2030», учитывая все те процессы, которые сегодня происходят в мире, и касаются и нашей страны, и нашей республики, и нашего города, и каждого из нас, это очень важная составляющая, поскольку мы сами являемся частью этого тюркского мира, и, конечно же, вот этот диалог культуры и цивилизации, он всегда актуален. Делегатые гости мероприятия обсудили динамику развития евразийской миграционной системы, вызовы, проблемы и возможности жизненного пространства современной молодежи, политика правовой и социально-экономической основы, институционального и межличностного доверия в современном обществе и многое другое. Пожалуй, каждый спикер затронул тему важности поддержки должного уровня толерантности на территории Российской Федерации. Очень важно не просто находиться в ситуации кризиса, а осознавать, в какой точке мы находимся. И все доклады, я посмотрела доклады конференции, очень интересные, очень актуальные, и на секции, и на пленарном. Звучат как раз о том, как нам выживать в ситуации сложного такого кризиса, сложной ситуации бифуркации, изменения, нестабильности. И наше исследование тоже было посвящено, на мой взгляд, интересной и актуальной теме. Мы исследуем, как человек встречается сегодня с возможностями искусственного интеллекта. В рамках Конгресса запланированы и работы двух круглых столов. Молодежь в сетях большого города, ресурсы и барьеры социального включения, на котором пройдет обсуждение результатов работы зеркальной лаборатории, Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Казанского федерального университета. И социальная и гражданская активность детей и молодежи в условиях цифровизации. Совместно с региональным отделением российского движения детей и молодежи Движения Первых Республики Татарстан. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости.